Окружное отделение Общероссийского народного фронта подвело итоги работы за прошлый год. В Наринмаре прошла ежегодная конференция регионального отделения, в рамках которой также выбрали сопредседателей, обновили состав. Общественники определили направление деятельности и выработали новые общественные предложения в адрес губернатора и исполнительной власти округа. Все подробности прямо сейчас. За прошлый год 60% предложений и обращений регионального отделения ОНФ окружными властями были выполнены. Все они были связаны в основном с оленеводством, рыболовством, коммунальными услугами и социальной сферой. Большое внимание уделяли тому, как живут и тем проблемам, которые существуют у жителей сельских населенных фронтов, детей, инвалидов. Нормально функционируют проекты Общероссийского народного фронта, которые существуют. В частности, нам удалось все-таки добиться, что действительно сейчас мы это все видим, что дорога на Ренмарк-Красный находится в нормальном состоянии, ее чистят регулярно. Удалось остановить те ремонты, которые проводились, когда непонятно куда закапывались деньги на Красновской дороге. Закупки контролировали. После подведения итогов основной темой обсуждения региональной конференции стал общественный контроль за исполнением майского указа главы государства о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года. В этом плане особое внимание общественников сейчас направлено на улучшение качества медицинского обслуживания в регионе. Нам очень нравятся предложения, которые направлены на улучшение качества медицинского обслуживания. Мы бьем тревогу по поводу того, что выполнять условия здорового поколения на сегодняшний день невозможно без привития здорового образа жизни через самые разнообразные методы и формы. Но не менее важно это и качественная современная помощь, например, со стороны уролога, здоровье мальчиков. Если женщины у нас более активные, как-то отслеживают свое здоровье, то здоровье мужского населения, у которого жизненный возраст продолжительности гораздо ниже, тоже в зале нашего внимания. Также на конференции были утверждены общественные предложения регионального отделения. В частности, предлагается разработать и внедрить систему, которая обеспечивала бы окружным детям бесплатный доступ к дополнительному образованию. Кроме того, общественники предложили изменения, касающиеся пособий на детей. Ввести определенный стандарт социальных выплат на ребенка с тем, чтобы семьи, у которых один ребенок, два ребенка, безусловно многодетные, по-прежнему были в зоне внимания. Но и самое главное, чтобы любой родитель понимал, что, планируя свою демографическую политику семьи, он рассчитывает на строго определенную социальную помощь со стороны бюджета Нинского автономного округа. Еще одно предложение, которое прозвучало в этот день – принять меры по снижению стоимости розничных цен на основные продукты питания для жителей сел округа. Также в рамках конференции состоялась тематическая площадка «Экология», на которой были рассмотрены вопросы по организации рыбной ловли на реке Печоре. Были сформированы хорошие предложения жителями, активистами Общероссийского народного фронта. Они касаются и организации, и необходимости реализации программ по былому участниковых пороб на реке Печора, по ограничению создания участков под промышленное рыбоводство, по решению вопросов, связанных с лицензионным ловом на реке Печора. Много таких вопросов нужных, важных и интересных, которые действительно будут способствовать созданию благоприятного климата для рыбаков-любителей. Что касается обновления состава регионального штаба, то новыми сопредседателями стали директор Наринмарского социально-гуманитарного колледжа Галина Назарова, управляющий Минбанка в Наринмаре Андрей Попов и директор комплексного центра социального обслуживания населения НАО Светлана Хатанзейская. В состав регионального штаба были введены Сергей Воротников, Игорь Латкин, Герман Сопочкин, Сергей Рочев, Ринат Фахреддинов, Галина Назарова и Александр Чурсанов. В состав региональной ревизионной комиссии был добавлен Евгений Тимошин. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север».